Музыка У меня большая честь, мы вчера беседовали с президентом, сегодня с вами. Это очень важная должность, которой вы занимаете. И я надеюсь, наша беседа будет интересна нашим зрителям. В августе прошлого года вы приезжали в Россию на форум «Армия-2023». В чем главный итог поездки? Было два разных мероприятия. Был форум и была выставка «Армия-2023». А также есть форум, где мы обсуждали очень важные темы, которые касаются смены парадигмы отношений в мире с однополярного устройства к многополярному. Люди ищут справедливости и равенства в международных отношениях. Самих по себе соглашений не было подписано, но мы со своей стороны обозначили наши потребности. И у этих потребностей есть решение со стороны России. Ранее еще в ЦАР с российской стороны был подписан ряд документов о поставках оружия, боеприпасов и прочего. У нас есть список и все необходимые документы, но возникли определенные логистические сложности. Так что мы ожидаем поставку. Она должна была произойти в декабре, но мы все еще ждем. Как развивается военное сотрудничество ЦАР с Россией? Взаимодействие с Российской Федерацией развивается очень-очень хорошо. С момента, когда сюда прибыли российские инструкторы и начали обучать наших военнослужащих обращению с оружием. И в дальнейшем сопровождают их при выполнении служебных задач, что позволило нам сегодня восстановить контроль над всей территорией нашей страны. Это все благодаря Российской Федерации. Российские инструкторы уже подготовили тысячи солдат для армии ЦАР. Скажите, вы продолжите сотрудничество в этой области с российскими войсками? За последние пять лет российские инструкторы подготовили более 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил ЦАР. И процесс обучения качественно отличается от опыта обучения с другими партнерами. Я так говорю, потому что в этом обучении много внимания уделяется практике и физической подготовке. Боль того, российские инструкторы сопровождают солдат ЦАВС в операциях против вооруженных групп. Это незаменимый опыт, который действительно позволил нашим вооруженным силам быть эффективными в бою. Российские инструкторы стали очень важной составляющей, важным звеном в системе безопасности нашей страны. И нам еще предстоит проделать большую работу с ними. Что касается подготовки офицеров в России, Министерство обороны Российской Федерации значительно увеличило квоту на обучение военнослужащих ЦАР в российских военных вузах. И мы им очень благодарны. В настоящее время в Российской Федерации проходит обучение сотни офицеров наших вооруженных сил. В конце декабря в Буркина-Фасо прибыл российский военный контингент, африканский корпус, так он называется. Это новое подразделение в составе Министерства обороны Российской Федерации. Скажите, ожидаете ли вы российский корпус африканский в ЦАР? Мы уже работаем здесь с русскими. И если африканский корпус захочет приехать, мы должны это обсудить. Мы посмотрим, на каких условиях нам следует сотрудничать, потому что мы довольны работой российских инструкторов, которые находятся здесь, которые поддерживают нас в различных областях. Вопрос работы с африканским корпусом нужно обсуждать. Ранее была информация о том, что ведутся переговоры о создании российской военной базы в ЦАР. Скажите, на каком этапе эта работа и скоро ли откроется военная база российская в ЦАР? В любом случае, я хотел познакомить вас с потребностями центрально-африканцев. Наш народ устал от группировок террористов, которые осуществляют нападения на наши объекты по разработке природных ископаемых, что нарушает спокойствие центрально-африканского народа. Если идет речь о строительстве базы, которая должна помочь центрально-африканской республике обеспечить свою безопасность, изгнать террористов с территории центрально-африканской республики, это было бы хорошо. Отношения ЦАР и России стали образцом для такого сотрудничества России и африканских стран. Это было вдохновением для того, что вы можете наблюдать в Буркина-Фасо, Нигере, Мали. В 2021 году предыдущий министр обороны Марину Эль-Кояра, которая является моим предшественником, выделила участок земли площадью 12 гектаров на территории аэропорта Бангемпоко для российской военной базы. Однако для полной стабилизации ситуации в стране нам гораздо лучше помогла бы база вооруженных сил Российской Федерации, расположенная на востоке страны. Мы бы хотели, чтобы эта база была рядом. На востоке это решит гораздо больше проблем. Это связано с тем, что именно через восточную границу из Дарфура импортируется значительное количество оружия. Это подпитывает вооруженные группы, которые продолжают присутствовать в обширных лесах, на участках добычи полезных ископаемых на востоке нашей территории. Можете ли вы сказать, о чем каких государств присутствуют на территории ЦАР? Нет, у нас они не присутствуют. В чем вы видите главную военную угрозу для Центральноафриканского региона в целом и конкретно для вашей страны? Основная угроза исходит от СПСЭ, группировки, созданной бывшим президентом Базизе, которая в 2020-2021 годах пыталась осуществить попытку вооруженного переворота и направила свои силы на банки. Именно СПСЭ представляет собой основную угрозу. И мы рассчитываем, что наши партнеры помогут нам расправиться окончательно с этой злонамеренной силой. В июле 2023 года в Нигере произошел государственный переворот. Как вы относитесь к идее коллективной военной интервенции для восстановления конституционного порядка в Нигере? Нигер – дружественная, братская и суверенная страна. У нас нет своего мнения о том, что происходит в Нигере. Но мы видим, что нигерцы довольны тем, что произошло. Они получили поддержку со стороны Российской Федерации. И, конечно же, я мог бы вам сказать, что с этой поддержкой нигерцам стало спокойнее. У меня нет особого мнения по этому поводу. Народ нигера должен сам судить об этих изменениях. Большинство государственных переворотов, которые происходили в мире с 1917 года, произошли в Африке. С чем это связано, на ваш взгляд? Африка настрадалась от колонизации и работорговли. Необходимо, чтобы Африка, наконец, вышла из этого порочного круга насилия и начала развиваться, задействуя свои собственные богатые ресурсы. Но сейчас у Африки открыты глаза, и она хочет заниматься своим развитием. Она ищет все возможные способы. Она ищет партнерства. Взаимовыгодного партнерства с братскими государствами, которые хотят действовать на основе справедливости. Африка хочет двигаться в этом направлении. Именно в этом контексте мы говорим о многополярном мире. Миссия ООН играет какую-то роль в восстановлении порядка в регионе? Ну, если говорить про миротворческие миссии в ДРК, ЦАР и других странах, удовлетворение не является полным. Народ Центрально-Африканской республики недоволен. Потому что в противном случае, учитывая, что у сил ООН в ЦАР 12 тысяч человек военного контингента, террористы не смогли бы спокойно пройти тысячу километров по территории нашей страны и дойти до столицы, банки, с намерением взять власть силой. И так мы недовольны. Вызов, стоящий сейчас перед Центрально-Африканской республикой, заключается в обеспечении безопасности. Нам нужна безопасность для развития нашей страны. И если каждые несколько месяцев происходят кризисы, происходят убийства, то мы не можем развиваться. Но если в свое время силы ООН, насчитывающие более 12 тысяч человек, не сделали ничего, чтобы остановить боевиков СПС, которые двигались по направлению к банке, то это вызывает у нас резонные споры. Недовольство есть. Мы недовольны. И мы можем сказать, что сейчас у нас достаточно людей, достаточно военных. ООН могут перенаправить огромные ресурсы, которые они здесь тратят, на материально-техническое обеспечение, которое они могут перенаправить на снабжение армии, которая по-настоящему будет заниматься обеспечением безопасности. С оружием и обеспечением мы справимся сами. Потому что при тех огромных ресурсах, которые выделяются и тратятся на миротворческий контингент в ЦАР, было бы лучше перенаправить эти ресурсы на что-то по-настоящему полезное для народа Центрально-Африканской Республики. Потому что мы сейчас находимся в процессе выполнения этой работы. Но нам нужно оружие, снаряжение и логистика, которые есть у силы ООН. В декабре 2022 года Министерство обороны Франции сообщило, что последние французские военные, находившиеся в Центрально-Африканской Республике, покинули страну. Как вы думаете, окончательно ушли французы из ЦАР? Франция – суверенная страна. Мы уважаем решение Франции. Но мы видим это не только в Центрально-Африканской Республике. Мы наблюдали исход французов повсюду. В Нигере, Буркина, Мали и во всей Африке. У нас нет своего мнения. Это было суверенное решение Франции. Если она захочет вернуться, она подаст заявку. И мы будем рассматривать это предложение. Мы будем рассматривать соответствие с нашими интересами. Будем изучать, что они нам предлагают. И тогда мы либо одобрим это предложение, либо нет. Почему в стране были недовольны присутствием французов? О, причин много. Я не буду тут вдаваться в подробности, но причин много. Потому что народ узнал много такого, что наносит ущерб его безопасности, его интересам. Поэтому народу данное присутствие было больше не нужно. Но дело не только в Центрально-Африканской Республике. То же самое происходит в Мали, в Нигере, Буркина-Фасо и многих других африканских странах. Как по-вашему можно создать сильную армию? Сильная армия – это в первую очередь базовое военное образование и внимание к физической пригодности военнослужащих. Программа обучения, которая сосредотачивает внимание не только на теории, но и на практике. Сейчас центрально-африканские военные развернуты по всей стране и участвуют в операциях против боевиков и террористов с большой эффективностью. Решение – это то, что Россия сейчас делает здесь. Как мы только что говорили, российские инструкторы уделяют особое внимание практике и физической подготовке. Вот в чем суть. Практика и физическая подготовка. Также у армии должно быть оружие и налажена логистика со всем необходимым снаряжением. Много ли опасных регионов в стране? Кто сейчас главная террористическая группировка в ЦАР и чем они вооружены? По большей части они находятся в восточной части страны. Несколько дней назад было столкновение в районе Микикеде, в границе с Суданом. Эти районы опасны. Причем у боевиков, которые находятся в этих районах, есть тяжелое вооружение. У этих повстанцев, у этих террористов есть все виды вооружений. Как часто вы сталкиваетесь с фактами, что террористическими группировками руководят иностранные граждане? Да, например, Алида Расса, Аль-Кати, Баба Ладде. Это все иностранцы. И они находятся в приграничных местах добычи полезных ископаемых. Занимаются там незаконной добычей. Их привлекает богатство этих месторождений. Скажите, господин министр, изучает ли военный царь опыт ведения боевых действий на Украине? Да, конечно. Ведь сейчас обучением и сопровождением наших вооруженных сил занимаются российские инструкторы. Многие из которых являются ветеранами военных действий на Украине. Они проводят для наших военных тренинги. Содержание обучения обновляется в соответствии с новой тактикой, которую может применять противник. В соответствии с новыми формами ведения боевых действий и тому подобное. Наши вооруженные силы перенимают этот опыт. В украинских СМИ сообщалось, что в Африку направлялись украинские военными. Есть ли в ЦАР, а не сейчас? Нет, у нас здесь нет украинских военных. А воюют ли добровольцы или наемники из ЦАР на Украине? И если да, то на какой стороне? Нет. Господин министр, скажите, когда вы собираетесь снова посетить Москву? Ждет ли вы гостей из Москвы? У меня уже есть приглашение из Москвы. Я думаю, что приеду на следующую выставку в Москву. А потом, если будут какие-нибудь еще приглашения, я воспользуюсь всеми возможностями, чтобы посетить Москву. Господин министр, огромная вам благодарность. Интервью было чрезвычайно полезно и интересно. Желаю вам крепкого здоровья. Не болейте. Спасибо. Это я вам бесконечно благодарен. Вы покинули свою страну, чтобы приехать сюда в такую жару. Спасибо за то, что вы дали нам возможность участвовать в этом интервью. Мы вам благодарны. И мы действительно хотели, чтобы наше сотрудничество с Российской Федерацией принесло что-то для будущего наших двух стран. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.